Мы вновь вынуждены говорить о фактах вымогательства и коррупции в исправительных учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области. Расскажите, пожалуйста, в связи с чем сегодня мы с вами встречаемся и представьтесь. Меня зовут Коптелла Светлана Владимировна. После просмотра гуманитарного жантажа я поняла, что то, что творится в нашей семье, творится не только у нас, но и в других колониях Свердловской области. Так, у вас кто-то из родных отбывает наказание, да? Да, мой муж Коптеллов Георгий Викторович отбывает наказание в ИК-19 с февраля 2014 года. Так, ИК-19 это Свердловская область? Город Талда. Город Талда. Да, режим какой? Строгий. Строгий режим. А когда он прибыл в это учреждение? Прибыл он в прошлом году, так, с 20 февраля 2014 года. То есть он в этом учреждении отбывает наказание с этого момента? Да, да. Ну вот вы сказали, что после просмотра документального фильма «Гуманитарный шантаж» вы поняли, что в вашей семье творится то же самое, что и в других семьях по озвученной проблематике в фильме. А вы можете вот рассказать конкретно, то есть как это у вас было, то есть если имело место какие-то вымогательства, либо поборы, то есть каким образом это все происходило? Да, да, как бы поборы начались в мае месяце, я помню. Года какого? А, 2014 года. А муж мне позвонил, сказал, что нужно перевести сумму 15 тысяч на ремонт. Хорошо, если я просто перевозил 15 тысяч на ремонт, как производился перевод? То есть перевод как бы я делала со своей банковской карты. Он мне давал номер карты, я переводила мобильный перевод на карту. То есть смотрите, вот сейчас вам предоставлена распечатка банковская, вот здесь эти переводы все есть, да? Да, да, здесь отображается номер карты моей, время, число, год, номер карты, на кого я переводила первые и последние цифры, сумма и фамилия, имя, отчество, держательную карты. Хорошо, но мужу-то кто-то же предлагал сделать, допустим, перевод, либо что-то там, как-то еще, какие-то средства. Кто конкретно это делает? То есть он же не может переводить на какую-то карту, допустим, которая привязана к колонии или еще как-то. Карты кому вообще эти принадлежали? Да, карты, например, принадлежали не только работам в колонии, а лицам, которые находятся на свободе. А это родственники заключенных каких-то или кто? Родственники, знакомые, жены, сестры, братья, то есть как бы. Ну, на эти карты, судя по всему, идут регулярные переводы, да? Да, да, да. То есть у вас вот на протяжении года вы регулярно туда переводили? Да. Вот вам помечено 15 тысяч, 6 тысяч, 6 тысяч, 500, 800, 1000. Это вот все вы переводили на карты, которые вы предоставляете распечатку? Да, все эти суммы были перед ним на ремонт. Ну, а почему вы переводите, вас же никто не заставляет это делать? Или есть какие-то основания, побуждающие вас собственные средства переводить на какие-то ремонты или еще что-то там куда-то? Когда я приезжаю к мужу на свиданку, конечно же, мне все рассказывают, сказал, если я не буду переводить деньги, которые у него просят на ремонт колонии, да, то, то есть его могут посадить в изолятор. Если делают предложение о показании материальной помощи, он от него, получается, отказаться не может. Да, как бы, то есть если он откажет, то его поставят в изолятор. Хорошо. Понял. На электронную почту от вас мне пришло письмо, где вы более подробнее раскрываете свою проблематику, где вы рассказываете, что покупали вешалки, стулья и так далее, краски там все. Все. Документов вы предоставить не можете, потому что вы все выкидывали, вот это мне объяснили. Вот. Расскажите вот про стулья, которые вы покупали, опять, стулья, да, и вешалку золотистого цвета. Бронза. Да, бронза. Кому вы покупали, по чьей просьбе, если сможете указать период, когда, то есть, это вы привозили, и где сейчас это находится, то есть, купленное вами? Я помню, это я покупала в прошлом году летом, то есть, где-то, наверное, с июля, по-моему, что-то было, точно помню, лето. Вешалку? Вы просто обозначили, что вы покупали. Да, покупала вешалку. Цвет? Бронза. Сто, ну, тысяча, помню. Вешалка для чего? Вешалка для одежды. Для, да, верхней одежды. Ну, она стоячая, получается? Да, она стоячая, да. Потом покупала пять стульев. Это покупала я по просьбе, как бы, мужа, мужу, сказал, помощник начальника отряда, отряда Гордеев Виталий. Гордеев Виталий, помощник начальника отряда, он сотрудник ГУФСИН? Нет, он тоже является сужденным. А, он заключенный, такой же, как и ваш муж? Да, так же, как и мой муж. Ну, просьбу этого выполнили? Да, мы эту просьбу выполнили. Я купила и все это привезла. Отдала на базу СИЗ, куда все осужденные передают. Подписываем, над чье имя и какой отряд. И это все стоит у начальника, из самого отряда Новоселых. Знаю, что зовут, фамилия Новоселых. Ну, я вас правильно понимаю. То есть, золотистая вешалка, и пять стульев, бронзовая, и пять стульев находятся у начальника отряда номер... Восемь. А, ИК-19, фамилия Новоселых, да? Новоселых, да. В настоящий момент там все стоит. Да, да, да. Ну, так же, что-то еще, может, вы привозили? Да, я помню, у меня даже с фокровкой покупала ламинированную пленку. Потом я покупала, в самой автоди цемент покупала. Краску привозила. Кстати, в этом году я привозила краску, покупала клеенку на стол. Попросили вечера, вечер не смогла, пришлось покупать там. Видели девушки, которые ходили со мной сюда, потому что покупала клеенку. 6 метров было. Ну, получается, вот за период, озвученный вами, вы переводили деньги, якобы на ремонт, да? Да, да. А покупали стройматериалы, краску покупали. Ламинированную пленку и так далее. То есть, получается... Да, цемент, известку, я помню, сейчас... Получается, что ваша семья частично участвует в финансовом поддержании, то есть в колонии, да? УК-19. Ну, соответственно... А, еще вот вопроса хотел задать. Смотрите, вы все это приносите... При вас это официально оформлялось, либо у вас как-то передавалось с вами это официально все? Ну, вот по стройматериалам деньги, понятно, это переводится. По стройматериалам что было? Ничего я просто привозила, ничего не было. Давайте еще раз тогда, просто, чтобы была понятна схема передачи. Вот именно на ФКУ ИК-19 в УФСИН России по Свердловской области. Получается, то есть, этой схемой пользуются все расценники, расценники осужденные. Да, да, да. Вам, допустим, ну, так заказали стулья. Вы их покупаете, что вы делаете, куда вы их привозите? Перевожу на ИК-19 в городах, да, подписываю. Подписываете кого? Фамилию осужденного или сотрудника администрации, кому это все? Да, подписываю, то есть, чей отряд и начальника отряда, то есть, на кого, как бы, постоянно... Кто забирает, да? Да, ну, то есть, на чье имя это все пришло. Должностное лицо вы указываете? Да, да, да. Отдаю на СИС, как бы, на СИС, там у них база есть, куда, в Сибирь дают, как бы, я отъездила, многое видела, что... Без проблем все принимают? Принимают, да. Вот я даже, бывает, что много, что, как бы, заключенных поселенцев, но осужденных поселенцев, помогают, чтобы не разобудить, потому что, как бы, тяжело. Документально это у вас как-то перенимается? Документы какие-то оформляют? Нет, нет, просто привезли, а в Дании оставили, уехали. То есть, смотрите, получается, исходя из ваших слов, мы даже можем провести эксперимент, привести вот на эту базу СИС, допустим, стулья, еще что-то там, канцелярские товары, стройматериалы, подписать, допустим, фамилию любого отрядника, и у нас это примут без проблем, да? Даже никто ничего не спросит, заберут. Если нам нужна будет помощь разгрузить, нам поможет поселенцы, то есть, отбывающие наказания, осужденные, они там научены уже, все, да? Да, да, просто, как бы, я прошу, просто помочь, да, разгрузить. Они, как бы, соглашаются, помогают, как бы, уже знают лицо. Чистинка просто есть, уже знают лицо. Еще вот один момент хотел бы я с вами обсудить. Почему вы вообще сами не хотите обратиться в Следственный комитет напрямую, и почему вы меня попросили сделать так, чтобы привлечь к этому общественность и определенные силы, чтобы они помогли нам все передать в Следственный комитет, обобщив, то есть, и чтобы они обратились. Почему вы так это сделали? Да, как бы мы это хотели давно сделать, как бы, собирались с мужем, говорили все об этом, как бы, не смотрели, но тут, как бы, набрались мужества и решили обратиться просто к вам за помощью, чтобы вы нам помогли в этом деле. Все, спасибо, и я вас понял, ну, вы должны объективно понимать, что я могу лишь вам оказать помощь в том, то, что все это обобщить и донести до тех государственных органов, которые могут профильно заняться разрешением данной проблемы. Да. Все, спасибо, до свидания. До свидания.